Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я Марина Ланская. Вы, наверное, знаете, что рубрика «Время с пользой» одна из наших самых любимых. И сегодня мы предлагаем вам мастер-класс для родителей и детей, который понравился как-то особенно даже нашей съемочной группе. Надеюсь, он порадует и вас. А делать будем прекрасного ангела! Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы сегодня находимся в студии рукоделия «Клубок» и будем с вами сегодня делать ангела. У меня есть помощники. Это Алена, Иван, меня зовут Анна. И я вам расскажу, как можно это сделать самостоятельно, из шерсти, сделать ангел со своими детьми. Итак, приступим! Готовы? Молодцы! Отлично! Вот такого ангелочка мы сегодня будем с вами делать. Мы видим, что у него есть голова, тело и крылья. Ну, какой же ангел без крыльев? Для этого мы берем шерсть. У меня есть шерсть. Шерсть с гребенной ленте, так называемой. Эту шерсть нам подарили овечки. Их сначала долго пасли, они обрастали шерстью. Потом эта шерсть у них выросла. Их подстригли. Шерсть специальным образом обработали. И вот она перед нами. И мы можем заняться нашим рукоделием. Шерсть натуральная. На мой взгляд, очень хороший и замечательный материал для работы. То есть он живой. И, в общем-то, из него можно сделать очень много чего интересного. Много разных игрушек, много картин, много разных поделок. А сегодня все-таки мы начнем не с очень сложной игрушки. Вот такой вот у нас ангелочек. Дети готовы? Дети готовы. Для того, чтобы нам сделать ангела, нам нужно понять, какого же размера он у нас будет. То есть того, какого размера мы возьмем кусок шерсти, будет зависеть и размер нашего ангела. Если мы возьмем большой кусок шерсти, ангел будет большой. Если маленький кусок шерсти, соответственно, ангелочек будет поменьше. Вот. Если мы возьмем кусок шерсти такого размера и сложим его пополам, вот это и будет высота нашего ангела. Я предлагаю вам определить длину. Возьми себе, пожалуйста, кусочек шерсти А ты возьми себе кусочек шерсти Отдели, какого размера у тебя будет ангел Давай, смотри, давай возьмем с самого краешка Вот такой большой Он тогда у нас не будет стоять, а он у нас упадет Поменьше сделать, да? Ну ты оторви тогда Мы берем шерсть, вот так двумя руками И очень легким движением разрываем ее Вот такой тебе достаточно? Или ты хочешь именно такого большого? Вот, отлично, Ваня определился? Определился, давай посмотрим Да, молодец Мы складываем шерсть Давай, тут что-то у нас немножко застряло, да? Какой-то лишний кусочек отрываем Складываем нашу шерсть пополам И это у нас будет тело ангела Все, что нам пока не нужно Берем в сторону Итак, вот у нас кусок шерсти Теперь нам нужно сделать шею для нашего ангела Сформировать голову Для того, чтобы сформировать голову Мы берем еще кусочек шерсти Он уже будет немножечко потоньше И этим куском шерсти мы будем формировать голову Как мы будем это делать? Мы берем, примерно понимаем, где у нас будет серединка И перевязываем наш кусочек Вот таким образом Чтобы получился здесь узелок Можно даже на два узелка завязать Чтобы было надежнее И складываем пополам И у нас получается такое кругленькое личико Но личиком это не станет, пока мы не сделаем шею Так трудно догадаться, что это лицо, правда же? Итак, для шеи Шея у нас должна быть, наверное, такого же размера Такого же цвета, как и сама голова Поэтому мы отрываем еще тоненький кусочек шерсти Ну, такой подлиннее Держи Вот, еще такой И вот себе я тоже оторву кусочек шерсти Замечательно И теперь мы думаем, какого же размера голову Примерно нам сделать Да? Наверное, вот такой головы Будет нам вполне достаточно И тогда мы кладем нашу Воображаемую будущую голову Да Завязываем Стараемся завязать Шея же все-таки у нас тоненькая Мы стараемся посильнее завязать И формируем таким образом шею Шея у нас почти готова Вот у нас получается заготовка Вот у нас кругленькая голова Что еще нам теперь нужно? Нам нужны руки Ну, какой же Англия без рук, правда же? Руки мы будем делать из того же цвета шерсти С каким работали сейчас Для этого мы опять-таки берем Не очень широкий кусочек шерсти Делим прядку на три части Сейчас я вам, Ваня, помогу тебе Вот, разделяем И уже из этого мы плетем просто самую простую косичку И это будут наши такие вот рыбики Будешь плести косичку? Да Плести косичку Давай посмотрим, Ваня, что у тебя получилось Так Так Это у нас была голова, правильно я понимаю тебя? Хорошо Так Сейчас мы поможем Ване Алена пока у нас работает серьезно над руками Проект серьезный Надо подойти к этому с удовольствием Вот, смотри Вот у тебя получилась голова Теперь вот этой штучкой Перевязываем Шею делаем Только постарайся сделать так, чтобы голова была поменьше Ой, Ален, молодец Как у тебя коса получается Ваня, молодец Шея удается нам Ну я тоже тогда поплету пока косичку Для себя и для того парня Вообще рукоделие Особенно если этим заниматься вместе с детьми Я думаю, что это очень сильно сближает Появляются интересы, которые могут связать родители и ребенка В наше время, когда у нас дети практически все время сидят в гаджетах Я думаю, что это хорошая идея Потому что когда люди занимаются одним делом Это хочешь не хочешь, а их объединяет У них появляются новые идеи Совместные И контакт с детьми налаживается Вот такая у меня тоже получилась Ой, Ваня, супер Мне так нравится Вообще отличная у тебя голова получилась У тебя прекрасный ангел будет Ты тоже молодец Я просто какую-то косу сплела Вообще И вообще Голова Голова тоже чудесная Вообще детей надо все время хвалить Если вы хотите, чтобы они хотели что-то делать Их надо все время хвалить Не важно, как у них это получается То есть ты меня просто похвалишь Конечно Чем больше тебя похвалишь Тем больше ты будешь хотеть делать что-то хорошо Как мне подсказывает мой опыт Критика никогда не способствует желанию ребенка что-то сделать Ваня, это будут твои руки для ангела Это будут твои руки для ангела Вот И что нам сейчас нужно делать Можно я воспользуюсь твоей прекрасной головой Вот она ее чуть-чуть так Замечательно И мы теперь берем вот эти вот прекрасные руки Подкладываем между двумя частями шерсти Которые у нас получились Вот И у нас уже ангел получается приблизительно с руками Вот у нас такие будут руки Мы делаем так, чтобы это было ровно Не заплетаем и потом завяжем Потом будем завязывать Вот у нас получилось тело с руками И теперь нам нужно это тело с руками Еще сделать один узелочек Завязать Но уже под руками Чтобы руки у нас никуда не делись И чтобы у нас образовалось какое-то подобие талии И вот у нас уже получилась фигурка Которая похожа на будущего ангела Вот Я думаю, что нам нашего ангела еще нужно будет одеть в какие-то красивые одежды Потому что так он у нас хоть и прекрасен, но немножечко скучен И одежку для него сделать очень просто Ой, Вань, молодец Вообще отлично Очень хорошо Вот у Вани такой прекрасный получился А, вот это Аленя Мой-то еще без рук, все еще Давайте, дети, мы выберем Какого бы цвета одежды для своих ангелов вы бы хотели О, отлично Теперь приблизительно Померите кусок шерсти, который мы брали на нашего ангела Вот так вот измеряем его высоту Складываем пополам И смотрим Вот одежда будет от шеи начинаться Да, и мы смотрим В принципе, такого кусочка вполне достаточно Для того, чтобы сделать одежду Посмотри по длине Угу, хорошо Мы тоже будем его складывать вдвое Приблизительно Давай посмотрим Значит, теперь мы берем Не очень толстый кусок шерсти Не очень широкий Буквально вот такой И очень аккуратно В самом центре мы делаем такое отверстие Чтобы у нас туда поместилась наша голова Помогу тебе Берем Очень аккуратно Продеваем И у нас получается Одежда для нашего ангела Так, освобождаем его От излишков шерсти Освобождаем руки С одной стороны С другой стороны Вот у нас получилось Какое-то подобие Одеяния И теперь на маты одеяния Опять же нужно вот здесь вот Перехватить каким-нибудь поясочком Чтобы это было красиво Ваня, хочешь Такой, чтобы у тебя был поясочек? Вот так вот Бери И с той стороны завязываю узелок Значит, что мы делаем Для того, чтобы шерсть легко можно было разорвать Отделить на кусочки Ее близко брать не надо Потому что длина волокна Она достаточно короткая Если мы берем Вот так вот шерсть Она не рвется Потому что мы хватаем За один конец волосинки И за другой конец волосинки И получается, что Столько волосинок Нам Ну никак не порвать Поэтому нам нужно взяться рукой Немножко подальше Наметить себе Где мы будем разрывать И тогда она очень легко Разрывается Вот И тут мы опять же берем Не очень большой Даже нужно потоньше Кусочек Делаем Аккуратненькую Маленькую дырочку Так, чтобы голова у нас пролезла Да, расправляй сама Я интересно, все-таки доделаю Когда-нибудь свои руки? Очень бы хотелось Чтобы у моего ангела тоже были руки Вот Дети, видите, прекрасно справляются Все у них получается Дети, они вообще талантливые В принципе Изначально Это мы им там потом рассказываем Ты то не можешь Все не можешь Вообще-то они все могут Они просто притворяются Нам надо узнать, что они делают Самым лучшим образом Просто это поочлить Тогда они вас удивляют Я вам точно говорю Нашему ангелу еще немножко не хватает Крыльев Это же самое важное Если мы не сделаем крылья Никто же не догадается, что это ангел И будем делать еще для нашего ангела Прическу Хорошая основа Шерсть можно всегда Расправлять так, как хочется То есть это Такой процесс Да, прекрасно Очень хорошо Значит, не забываем Подвязывать нашу одежду Чтобы это было красиво Как мы делаем крылья? Для того, чтобы сделать крылья Нам понадобится Вот такая вот толстая губка Специальная иголка для валяния Игла, она имеет на своем конце Зазубрины Которые позволяют спутываться шерсти И если мы будем делать крылья Положим так Одну часть крыла Крылья у нас должны получиться Достаточно тонкие, легкие Вот вторую часть крыла И посерединке нам их нужно скрепить И для этого как раз нам и понадобится Такая иголочка Когда мы этой иголочкой Вот так вот делаем У нас шерсть между собой перепутывается И получается вот такая вот конструкция То есть это уже не отдельные кусочки шерсти А что-то, что может быть Скреплено друг с другом И с чем будет потом удобнее работать Берем губки Бери Ваню губку Алена, бери губку Мы берем белую шерсть И мы очень легонько Берем вот за эти вот Краешки тоненькие, которые получились Опять шерсть берем ниже Вытаскиваем Получается очень легкая белая прядочка На, сама, пожалуйста Вот Вань, берем за Ты, значит, одной рукой ты держи внизу Возьми одной рукой внизу А второй рукой аккуратно Не, поменьше, поменьше, потоньше Еще, смотри Вот у нас хвостики Видишь хвостики? Вот за хвостик За самые хвостики Да, и аккуратно вытягивай Так, хорошо Еще, также аккуратно Очень легонько Смотри, как хорошо у тебя получается С тонкими прядками Вот Теперь мы берем иголочку А ты пока, Ваня, раскладывай Да, и интенсивно тогда Пальцы бережем Можно их время от времени Приподнимать крылышки Центр Делать поуже И еще сверху Иголочкой мы это все Закрепляем Вот такие у нас получаются крылья Но мы пока их еще не используем Мы их откладываем в сторону Потому что у нас еще Давай посмотрим, что у тебя получилось Да, все хорошо Все отлично Единственное, что вот тут Вот надо их немножечко еще Сложить И вот тут вот по центру закрепить Да, Ваня, хорошо Сейчас посмотрим Да Замечательно Теперь ты это все аккуратно снимаешь с губки Это то, что мы сделали крылья Они немножко цепляются за губку Потому что шерсть попала и туда тоже И поэтому нам нужно Аккуратно это еще отцепить Вот нашей подложки На которой мы работали И теперь нам нужно сделать прическу Для нашей куклы То есть подумать, как это примерно будет выглядеть Да, посмотреть Может быть так Какой длины у нее будут волосы Наверное, где-то примерно так Мы делаем прическу Для этого нам тоже понадобится Наша толстая губка Наша иголочка И мы начинаем от лба По центру Также иголочкой формировать пробор Вот И желательно Иголкой работать По одной линии То есть не по всей голове А только по центру Ваня, я думаю, у тебя уже крылья готовы Ты их откладывай Давай будем делать прическу Возьми еще здесь кусок шерсти Для волос И я тебе тоже помогу Покажу Что делать дальше Да, отлично Очень аккуратно Вот так вот можно пораниться Поэтому положи лучше Когда делаешь затылок Положи лучше Дети на самом деле Очень любят фантазировать То есть Когда Сделана уже Вся основная работа Особенно девочки Они начинают обычно Ангелам плести косички Вот Придумывают какие-то цветочки То есть В результате ангелы Получаются Просто чудесные И так вот У нас получается Уже получился почти ангел Да, то есть Мы можем Заплести ему косички Если захотим Если не захотим Можем его оставить В таком виде Можем просто закрутить Волосы Это уже Как говорится На вкус и цвет Ой, боже мой Какая вы Просто Получился Очень длинноволосый ангел Замечательный совершенно Прекрасный Чудесный И теперь нам Нужно сделать крылья Я вот только не знаю Ну, сейчас мы тоже Здесь придумаем Видите, у нас волосы длинные А крылья должны быть видны Сейчас будем решать этот вопрос Молодец, Вань Очень хорошо Теперь мы Переворачиваем ангела Спиной к нам Чтобы мы Крылья же у нас будут на спине Правда же Берем наши крылышки Берем наши крылышки И Кладем их В расстоянии между шеей И талией Там, где у нас Были две завязки Одна, которую мы Перевязывали шею И вторая, которая была Перевязана талией Кладем сюда Крылышки И Также иголочкой Их фиксируем Вот И вот у нас уже получились Прекрасные крылья Прекрасная прическа Прекрасная одежда И Весьма похожий На ангел-ангел Мои помощники Вовсю стараются Трудятся Так Прикрепились крылья Вот видите Ничего сложного Крылья прикрепились Все на месте Да Теперь нам нужно Да Вот Это тот самый момент Который Был непонятен Как же у нас будут икры Нет Все-таки Наверное Вот так Волосы у нас будут здесь А крылья у нас будут Сзади Расправь Ага Хорошо И последний штрих У нас остались Руки Да Не очень аккуратные Поэтому нам нужно здесь Завязать На самых краешках Тоже сделать По одному узелочку Зафиксировать руки И потом то, что лишнее у нас остается И просто ножничками обстричь Чтобы не было лишних хвостов Чтобы это выглядело аккуратно Вот Так же у нас сзади Остался Кусочек от пояса Его тоже можно обстричь Прекрасного Замечательного Вот у нас У Ивана Получился Такой прекрасный ангел С кушаком Вот наши чудесные ангелы Желаем вам Сделать таких же До новых встреч До свидания Прощай Прощай Субтитры подогнал «Симон» Все мамы знают Как полезно на завтрак детям есть кашу Но не все дети согласны Эту кашу есть Если ваш ребенок из таких Приглашаем его к экрану Чтобы он послушал сказку Ирины Рогалевой О том Как полезна каша Здравствуйте, дорогие телезрители Сегодня я вам прочитаю Необычную сказку Называется она Сказка про кашу Написала я эту сказку Для того, чтобы вы задумались Сколько труда Вложено в такую простую Овсяную кашу Итак Утром мама сварила Овсяную кашу Положила в нее Малиновое варенье Кусочек сливочного масла И поставила Кашу перед Сонечкой Привет Улыбнулась каша девочке Ешь меня быстрее Пока я горячая Не буду Отодвинула девочка тарелку Я тебя не люблю Раз меня Соня не любит То я пойду искать того Кто меня любит Обиделась каша И ушла На одном этаже С Сонечкой Жил Никита К нему и отправилась каша Дзынь Раздался звонок в дверь Кто там? Спросил папа Никиты Овсяная каша Раздался ответ Заходи Дверь распахнулась И каша вошла в дом Папа, кто к нам пришел? Выбежал Никита в коридор Услышав звонок Каша Удивился он Увидев гостью Фу, я не люблю Овсяную кашу И здесь меня не любят Огорчилась каша Я очень вкусная И полезная Сказала она мальчику На всякий случай Я не буду тебя есть Закричал Никита И убежал в комнату Что же мне делать? Я же остываю Заплакала каша Прости нас Сказал папа Я тебя люблю Но я уже позавтракал А сходи-ка ты к девочке Лизе Которая живет на втором этаже Вдруг она тебя любит Каша вытерла слезы Спустилась вниз И нажала на звонок Если Лиза меня не съест То я остыну Стану невкусным И пропаду Подумала она Зынь Раздался звонок Кто там? Спросила бабушка Лиза Подойдя к двери Овсяная каша Раздался тихий Грустный голос Какая радость Воскликнула бабушка Открывая дверь А у нас как раз Закончилась овсяная крупа А Лиза так любит Овсяную кашу Проходи Пожалуйста Внученька К тебе пришла Сама овсяная каша Иди быстрее завтракать Позвала бабушка Внучку Что же ответит девочка Подумала каша Сжимаясь от страха Каша Овсяная Моя любимая Моя любимая Закричала Лиза Увидев на столе Тарелку с кашей С малиновым вареньем С маслом Еще больше Обрадовалась она Съев первую ложку Как вкусно! Ура! Я не зря Появилась На свет Радовалась каша Не зря люди Сажали овсяные зерна Не зря земля Растила их Дождик поливал их Солнышко грело Птички пели им Комбайн собирал Машины чистили И сушили Всю их любовь Я передам девочке Лизе И меня не зря сварили Радовалась Малиновое варенье Не зря рос мой кустик Не зря солнышко Грело его Дождик поливал его Птички пели ему Всю их любовь Я передам девочке Лизе И меня не зря сделали Радовалась сливочное масло Не зря корова-лушка Ела сочную траву Не зря земля Растила эту траву Солнышко грело ее Дождик поливал Птички пели над ней Не зря хозяйка трудилась Взбивая сливки в масло Всю их любовь Я передам девочке Лизе Лиза доела кашу Сказала бабушке Сегодня овсяная каша Была необыкновенно вкусная Спасибо бабуля Я тебя очень люблю И я тебя люблю Ответила бабушка С вами была программа Для родителей Учимся растить любовью И я Марина Ланская До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова